сегодня хороший теплый день наконец-то закончились все наши семейные праздники можно спокойно идти отдыхать в саду и в огороде это парадокс конечно вроде бы работаешь но в то же время это отдых от всех дел которые нас преследуют в обычной жизни сегодня хочу подсеять мини-тепличку острый перец у нас с прошлого года остался надо разобрать новые баклажаны мы купили этого года то что у меня есть сомнения по тем семенам которые у меня остались сейчас подсею сюда разобрала перец у нас лежал барбекю и все морозы пережил там в серединке семена влажные питались от самого перца потом вот разложила надеюсь что все прекрасно прорастет разбиралась эту перчатках потому что когда голыми руками то все делаешь потом нельзя дотронуться до лица там дай бог еще что-то и когда вот сейчас я вынимал эти семена то немножко даже кашлять хочется потому что он действительно острый баклажанчики подсеем на всякий случай уже есть у меня посев но чтобы наверняка решила посеять еще кабачки и огурцы проверю на всхожесть если что-то не взойдет то воду позже еще подсеивать вот так распределила по 4 семечка цукини губочка здесь баклажан здесь острый перец здесь огурцы солнышко греет тут уже тепло под крышкой такая вот испарина все это увлажняется подписала чтобы ничего не забыть выставила вазоны скалами на солнце сейчас полью надеюсь что они оживут честно говоря я не знаю как с ними еще обращаться но на зиму мы их убирали в подвал так сухом виде они там стояли потом когда потеплело мы и занесли барбекю и ну то есть это в закрытом помещении но на улице без отопления а сейчас я их полью посмотрим как они будут оживать так они перезимовали вот корень видно тот корешок живой даже там вот ковырное чуть-чуть зелененькая сейчас полью вылила целую лейку я сюда все впиталось потому что земля была совершенно сухая еще вот достала кулечки этот сохраняла корни выкапывала сейчас разберу тут лежит всю зиму они были просто . прихожки ну там не так жарко поводовок укропчик укроп это надо в огород здесь вот далее у меня георгины я там семена собирала и вот это вот корни что берусь за клубнику всегда это такое трудоемкое дело сейчас буду очищать все смотрим как они вышли из зимы вот все переплетено я осенью ничего не делала что не особо было настроение вот теперь чтобы вы так отделить их видите тут я уже почистила что я делаю я все нижние листья нижние такие подсохшие подсохшие тут я все убираю и отрезаю деток теперь это все надо отрезать чтобы было видно сколько у меня кустиков осталось живых вот это вот все я срезаю нижние листья убираю мусор убираю какашки тоже убираю все почистила разрыхлила теперь мне хочется полить и удобрить чтоб вредители все ушли поэтому я использую карбамид сейчас в лейку в эту горсточку насыплю как у них собрала хоть можно их и оставлять я думаю ничего страшного не будет чисто визуально просто мне так приятнее когда нету там какашек а так немецкий корм хороший я думаю был бы хорошим удобрением все поливая вот такая была грядка с клубникой а теперь такая после того как я ее почистила все убрала все грязь все сухие листья все усы по сути остается только розеточка так все остальное убирается и молодые листья которые не посохли и не повреждены теперь грядка вот так выглядит я обычно вожусь долго с этими грядками там мне еще на раз на два работы вот полила водой с карбамидом чтобы оживить их муж тоже сегодня продуктивно поработал от реставрировал вот эту сетку для огурцов она у нас погнута была погнула ее ветка яблони яблони часть мы спилили там ветку большую спилили вот сетку натянули готова она к тому чтобы огурцы опять за нее цеплялись и чтобы она все выдержала еще муж убрал сегодня мне ветки чуть-чуть вот я смотрю осталось вот такой итог дня очистили все ну и самое главное это вот клубничная грядка это мне работа на следующий день рабочий еще клубника ну и параллельно еще какие-то вещи делаются в общем отдыхать пока некогда в общем отдыхать